Разработанная программа прогрессивной шкалы налога на доходы с физических лиц грозит резким ухудшением положения малоимущих россиян. Никакого увеличения доходов граждан эта новая налоговая реформа не предполагает. С отменой налогов многие россияне лишатся так называемых налоговых вычетов для оплаты лечения, обучения и покупки жилья. Все социальные и кредитные льготы, компенсации на затраты по отпуску, покупку жилья и автомобиля, пособия сегодня рассчитываются с обязательных отчислений граждан в размере единой шкалы НДФЛ в 13%. При прогрессивной шкале большинство малоимущих не будет платить налог, но и не будет иметь право на компенсации льготные выплаты. По словам вице-премьера правительства России Голодец, пересчет шкалы налога увеличит сборы с богатых и сведет к минимуму неоправданные траты бюджетных средств на многочисленные пособия. Также правительство предлагает увеличить ставку НДС и в рамках восстановления экономики вынуждает руководство предприятий пускать основную прибыль на собственное развитие, что выливается в повсеместное сокращение зарплатных фондов. В сложившихся экономических условиях достигается только одна цель – увеличение поступлений в бюджет для того, чтобы компенсировать падение нефтяных цен и экспортных доходов.